Подожди, 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 я еще не встала туда, куда мне надо встать. Где? Крестик? Нет, вот когда я снимаю видео для онлайн, там, вот там, да, вот мне там ставится какой-то опознавательный признак, чтобы я там стояла и не сходила с места. Да, и я стою, как этот, и вот это вот у меня там в одном месте что-то мешает, и я вот на одном месте пытаюсь там и бровями, и всем, а двинуться нельзя. И получается такая нервная говорящая голова. Но, слава богу, есть другие умные режиссеры и операторы, которые говорят, что можно двигаться в кадре и руками, и двигать, и так далее, тогда будет все хорошо. Так, ну что, я приготовилась, все готовы? Готовность номер один. Итак, друзья, мы продолжаем, наш перерыв закончен, возвращайтесь к экранам. Возвращаемся на свои места, возвращаемся в грамматику английского языка. Что у нас сегодня по плану дальше? Значит, первое, это мы сейчас по прилагательным и по наречиям проработаем. По ходу пьесы зацепим предлоги. Предлоги – это такая тема, которую нужно больше в практике отрабатывать, нежели в теории. Так мы с вами систематизируем, есть такие, есть такие, есть такие предлоги. И потом переходим непосредственно к глаголам. Очень надеюсь, что мы сегодня успеем взять все времена английского глагола для того, чтобы завтра сделать модальные глаголы, условные предложения, косвенную речь, пассивный залог, герундий, инфинитив и комплекс обжект, комплекс обжект. То есть достаточно сложные темы, чтобы у нас осталось время на повторение всего, для того, чтобы все закрепить, чтобы вы ушли отсюда уже с хорошим таким багажом знаний, которые вы потом сможете применить в своей жизни. И еще, как говорил Николай, любое предложение вы сможете построить, если вы знаете слова. Мы возьмем несколько слов, буквально там, не знаю, слов 10 возьмем, и будем в каждой из структур простраивать какие-то фразы, и вы увидите, что да, зная слова и зная эти структуры, вы можете сказать. И останется дело только за навыком. Итак, поехали с прилагательными. Прилагательные достаточно тоже простая часть речи. У прилагательных есть всего три вещи, про которые нужно помнить. Это степени сравнения прилагательных. Мы здесь морфологию не трогаем, то есть образование прилагательных от других частей речи мы сейчас трогать не будем. Но если у нас завтра останется прорва времени, то есть мы сейчас все сделаем, и завтра останется прорва времени, мы сделаем с вами еще и всякие суффиксы, префиксы и так далее. Очень бы тоже хотелось, всегда возникают эти вопросы. Итак, всегда есть в английском, по крайней мере, ну и в русском тоже три степени сравнения прилагательных. Вот это единственное правило, которое нужно знать про прилагательные, в принципе. Одна степень называется положительная или позитивная. Положительная или позитивная. Еще одна называется сравнительная, то есть мы сравниваем. По-английски comparative. И превосходная. По-английски superlative. Некие термины схожие с немецким, суперlative там так и есть. Я потом перейду на другую страницу, для того, чтобы всем было видно. Вы продолжайте. Я надеюсь, у вас вот тут есть место. Если нет, то вы сделаете точно так же, как я. То есть сделайте детализацию от сравнительной, от превосходной и от положительной степени сравнения. Итак, что с положительной степенью сравнения? Первое, что про нее нужно знать, это то, что слово не меняется. То есть вот оно есть, как есть big. Такое останется big. То есть сама форма меняться не будет. Подпишите, форма не меняется. Если вы делаете утвердительное предложение, то вы используете двойной союз, а между ними ставите прилагательное. Двойной союз эз, эз, эз на русском языке звучит как такой же как. Такой же, как. Если вы хотите сделать отрицательное предложение, вы можете поставить частицу not и опять делать то же самое. Not as, прилагательное, эз, но вы можете сделать и второй вариант. Вы сделаете not so, прилагательное и эз. Они равноценны. Можно сделать так, можно сделать эдак. Not as, эз, not so, эз. Вот not so, эз было раньше. Сейчас, чем дальше, тем больше not as, эз. Ну, для того, чтобы вот есть эз, эз, и нот просто поставили и получили not as, эз. Чтобы не делать исключение, что not so, эз, что вот это как уже лишнее такое, в основном вот так. Итак, если большой, такой же большой как, as big as, не такой большой как, not as big as. Not so big as, не такой большой как. Такие предложения, как правило, встречаются с глаголом to be, когда мы спрашиваем, сравниваем. Моя квартира не такая большая, как твоя. My apartment is not as big as your apartment. Или же, чтобы не повторять слово квартира, мы берем не просто your, а абсолютную формулу yours. Или not so big as your apartment. Еще вариант положительной степени сравнения. На самом деле это не с прилагательными уже тема, но она схожа, когда мы берем слово тот же самый, the same, вставляем какое-то существительное, то есть это не прилагательное, но всегда люди говорят, а еще же есть вот такое вот. То есть грамматически-то это не прилагательное. The same color as, того же цвета, я вам сюда напишу слова, the same color, the same size, того же размера. То есть сюда вставляется существительное, хотя это и не прилагательное. Сюда запихиваем заодно. То есть если вы хотите сказать, что у меня машина черная, у него машина черная, то есть если мы будем говорить вот так, его машина такая же черная, как моя, звучит очень глупо. Но его машина такого же цвета, как моя, вполне себе, тоже сравнили, хотя и не при помощи прилагательного, а при помощи существительного. Так, и это все, что касалось положительной степени сравнения. Теперь поехали сравнительное и превосходное. Вот здесь нужно помнить определенные вещи. Во-первых, при сравнительной степени мы сравниваем, то есть вот здесь в положительное у нас одно равнялось другому. То есть они равны были. Ну, если не равны, то тогда частица not была. Вот здесь они были равны. В сравнительной степени одно больше или меньше, чем другое. Что-то больше, что-то меньше. Либо мы сравниваем две группы, либо мы сравниваем двух людей, либо два предмета. В превосходной степени там идет уже, когда один круче, чем все остальные. Лучше, больше, интереснее, чем все остальные. Соответственно, он, если из группы, то он будет самый большой, самый интересный, самый громкий. Это тот самый-самый, про который мы говорили в определенном артикле. Вот он у нас появился. Соответственно, если у нас будет превосходная степень, мы всегда будем брать the. А сравнительная степень очень часто идет со словом чем. Then. Это вот так поделились. The уходит к определенному артиклу. Sorry. К превосходной степени. Then. Чем уходит. Подпишите, что это по-русски. Чем уходит к сравнительной степени. И сейчас сравнительную превосходную степень поехали на отдельном. У кого есть возможность выше писать, те пишите выше, потому что там будет параллельно, там есть сходство у них. Кто не может, тот делает отдельную майндкарту, ниже более детализованную. Итак, сравнительная. И превосходная. Две степени сравнения. В сравнительной степени у нас один больше, чем другой. Это я для повторения. В превосходной один самый-самый из всех. Например, вот этот самый маленький, а вот этот самый большой. И здесь будет использоваться артикль the. А здесь будет слово чем. Как образовываются сравнительные и превосходные степени в английском языке. В русском языке у нас есть два способа, когда мы говорим о сравнении. Мы говорим, к примеру, красивый. Сравниваем. Говорим либо красивее, либо более красивый. Либо новый. Новее или более новый. Поставив слово более, мы ставим прилагательное в неизмененной форме. Либо же суффикс добавляем и изменяем слово. Красивее, новее, интереснее. Либо более красивый, более новый, более интересный, не меняя. В английском то же самое. Но если в русском мы можем эти оба способа использовать с любым прилагательным, кроме больше-меньше, более большой, менее маленький, мы не можем сказать. То есть два слова, они туда не входят. Я же сейчас говорю о сравнении. Меньше-больше мы можем, а менее большой-более большой, менее маленький-более маленький мы сказать не можем. То есть это единственное исключение, что только один способ можно со словами большой-маленький использовать. Много-мало. В английском языке, ну тоже за исключением нескольких слов, тоже два способа, но они делятся в зависимости от длины слова. Если слово короткое, то к нему ставим суффикс, чтобы можно было его сделать чуть-чуть длиннее. Итак, коротенькое слово это один слог. В этом случае мы добавляем...